Здравствуйте! Шаватов и Гутевох! Хорошей недели! У нас Мишлей, 134-й урок, и мы находимся в 16-й главе, в 11-м предложении. Такое очень длинное и сложное предложение здесь оказалось. Я прочитаю по-русски, хотя, честно говоря, чтение по-русски здесь, по-моему, не отражает абсолютно ничего и никак, но, тем не менее, попытаемся это сделать. Говорит Шлома Меллах, весы и чаши весов правдивы и всевышнего, его дело все гири в сумме. Вот понять, что пишет Шлома Меллах вот так вот в переводе, я бы не смог. Честно говоря, на иврите тоже это очень тяжело читается, и только благодаря комментаторам можно, конечно, как-то уловить смысл. Говорит Шлома Меллах, Значит, так вы перевели это на русский, у меня лучшего перевода пока нету. Пелос переводится как весы. Маазней мишпат это, мишпат это суд. Маазнаем это чашу весов. Чаши весов суда, они принадлежат Всевышнему. И действия Маасегу, коль авнейкис, это все аваним, аваним в данном случае, вообще аваним это камни, но в данном случае это камни для взвешивания, они все находятся внутри кармана. Пелос это отвес. Пелос это отвес, я такого слова даже не знаю на русском, отвес. Что такое отвес, ну может быть. Объясняет Мальвим, что это значит. Пелос, он больше, чем чаша весов. И оно пришло, в принципе, для того, чтобы измерять магаль, которая идет по кругу. Для того, чтобы измерить место наиболее близкое к тому, что находится, к тому, как выглядит хефец, как выглядит вещь. Маазнаем это чаши весов. Они служат таким образом, что на одну из них кладется то, что я собираюсь взвесить. А камни для взвешивания, гири для взвешивания, кладется во вторую, для того, чтобы увидеть, что они были мекуваним, зе, цель, зе, чтобы они были соответствовали на другом. То есть, Мазнаем это такие весы, которые являются как бы весами с двумя чашами. Пелос можно перевести, это все переводы будут неверные, но можно перевести, как весы со стрелками. Когда я кладу на стрелки, на чашу весов, и стрелка показывает вес. Пелос. И есть у Всевышнего Пелос для того, чтобы взвешивать пути человека, его обычаи, его закругленности, то есть то, как он ходит, для того, чтобы поставить его на правильную, на ровную дорогу. И также есть у него Мазнаем Мишпат, чаши суда по Мишпату, для того, чтобы измерить действия человека и заплатить ему награду, хорошую или плохую, в соответствии с тем, как он себя ведет, с его качествами, с его размерами, с его измерениями. И что такое Абнекисы? Что такое вот эти камни, которые находятся в кармане для измерения, измерительные приборы, которые находятся внутри этих Мазнаем, этих чаш весов? Объясняет Мальбин, что они нужны, эти чаши, это действия его. Имеется в виду, что Вашим измеряет все действия, которые сделаны человеком, для того, чтобы измерить в соответствии с ними действия человека, которые соответствуют выбору человека. Что в соответствии с действиями делает человек и оставляет свои действия, ставит их Всевышний на чашу весов, и также будут действия Всевышнего и дороги природы, они должны быть соответственно измерены в соответствии с действиями людей. Как об этом сказано, что если вы будете хорошо слушать заповеди мои, то дам я вам дождь на землю вовремя. То есть прибор измерительный Всевышнего, который называется Мазнаем, он измеряется в соответствии с действиями, которые происходят человеку в этом мире, как должна работать природа в этом мире. То есть законы природы зависят от действия человека. И может быть ваше сердце будет вас соблазнять, и тогда вы не будете делать мецвод, и соответственно прекратятся дожди. Точка. Это первая часть. Вторая. Есть действия Всевышнего, в которых есть разные виды авны и мешкаль. Разные виды взвешивания, разные виды измерительных приборов, то, как он взвешивает. Есть гдалимы, есть ктанимы, есть большие, есть маленькие. Что все они называются, авны и цедок, это камни праведные, которые направлены к одному и тому же мешкалю, к одному и тому же взвешиванию, на весы, которые делаются в мире большом. И соответственно, то есть на одну чашу весов кладется вот все эти действия, а на другую чашу кладется человек, который выбирает все действия. То есть на одной чаше находятся законы природы, а на другой чаше находится все, что выбрал человек, свои действия. И они как бы находятся в маленьком человеческом мире. И все, и обе эти чашки, они взвешиваются одновременно к добру и к злу. То есть Мальбин говорит о том, что существуют большие весы и малые весы. Большие весы относятся к одному человеку и малые весы, наоборот, большие весы относятся ко всему миру, где взвешивается действие человека, который соответствует тому, что происходит в мире. И маленькие чаши весов, которые соответствуют тому, что происходит внутри человека. То есть то, как Всевышний воздействует на человека в зависимости от этого поступка. Таким образом, в переводе Мальбима еще раз считаем, как надо прочитать этот пасук. Не так, как переведено на русском, не так, как нам помог перевести Гидалий, не так, как я перевел. Мальбим переводится совершенно иначе. Мальбим переводит пелос, большие часы. Умаазней, мишпат и маленькие весы мишпата, суда, который у Всевышнего. В обоих их взвешивается все в соответствии с действиями, и им соответствуют те гирьки, которые Всевышний кладет на вторую чашу. То есть и то, и другое. Это весы, которые с двумя чашами. Но одни весы для того, чтобы взвесить, что происходит в мире. Другие весы для того, чтобы взвесить, что происходит внутри человека и что дается самому человеку. Так Мальбим, несмотря на очень длинное объяснение, если коротко его, Лисакэм, то это комментарий Мальбима. Гагро дает, вильнюсский Гаон дает три комментарии на этот пасук. И все три, я бы сказал, сложные. Будем пытаться их разобрать. Первый комментарий говорит, что читать этот пасук надо так. Пелос, мазны и мишпат, действия, которые делаются, и все камни, которые взвешиваются. Говорит он, что здесь есть три понятия. Пелос, я не знаю, как его перевести на русский. Весы переведем. Мазны и мишпат, чаши весов. И третье, взвешивающие камни. Эти три понятия, которые соответствуют трем группам людей. Первое, цадиким. Второе, рашоим. Третье, бенаним. Праведники, нечестивцы, средние люди. Отношение к цадиким сказано. Только цадиким, это только те, которые делают только митцвот. И там всегда получается, что митцву к митцве, еще к митцве и так далее, появляется добавка одной митцвы к другой. И об этом сказано слово пелос. Что там на нем взвешивается даже очень маленькие, так же, как очень большие. То есть, там идет постоянная добавка, и туда включаются и маленькие, и большие митцвот. Но этот митцв, я не знаю, как по-русски сказать, это добавление. Оно происходит постоянно. Точка. Таким образом, слово пелос, говорит Гаон в первом своем комментарии. Три комментария Гаона будут по-разному переводить по сути. Первый комментарий Гаона говорит, что слово пелос переводится как весы, на которых идет постоянное взвешивание и постоянная добавка. В соответствии с этим надо перевести весы как пелос, как не весы, в которых есть две чаши. На одной позитивная, на другой негативная, на одной гирьке, на другой действия человека. А весы с одной чашей и стрелкой. На чашу кладется митцвот, одна, вторая, третья, двадцать шестая. И стрелка постепенно двигается по или прочей часовой стрелке, не знаю. Но в соответствии с каждым весом каждой митцвы она показывает то, что происходит. Эти весы называются пелосом, где взвешивается только митцвот. Окей? Пока понятно более или менее. Я не знаю такого слова на русском языке, но это потому, что русский язык, он большой, а я наоборот. Слово бейнани, средний человек. Там, это тот человек, у которого взвешивают авирот и митцвот и то и другое. Поэтому есть две чаши. Чаша для авирот и чаша для митцвот. И это мазный мишпат. Это мазный, это две чаши, на которых происходит мишпат суд. И также это подобно весам, на которые взвешивают две вещи, чтобы одна соответствовала другую. Это может быть гиря и то, что я хочу взвесить. А может быть два куска мяса, которые я хочу взвесить для того, чтобы два человека получили мясо напополам. Понятно. Это авирот и митцвот. И здесь сказано мазный мишпат, говорит Гаон. Это две чаши весов, которые для бейнани. И третье понятие. Рашоим, гмурим, стопроцентные нечестивцы. Про них сказано авнейкис. Авнейкис это гирьки, которые держатся, дословный перевод. Это гирьки, камушки, которые для того, чтобы они не стерлись. Поэтому их держатся в специальном кожаном футляре. Для того, чтобы они не стирались и можно было им пользоваться. Они показывали один и тот же вес. Так вот, они соответствуют Рашоим, нечестивцам. Что у них все находится, все взвешивается через камни. И здесь такой момент, который говорит Гаон, что, я даже не знаю, как это объяснить, они разделены. Эти камни всегда отделенные, разделенные. Это разные камушки. Потому что в Цадиким происходит такая вещь, что Всевышний добавляет махшавот, мысли к действиям. И, соответственно, этим мыслям и действиям он прибавляет награду за мысль к митсве, которую сделал праведник. И поэтому махшава и маасы, мысли и действия, они объединены, и они взвешиваются вместе и становятся единым целым для добра. Но у Рашоим это происходит иначе. Здесь нету цируфа, здесь нету соединения мысли и действия. Потому что каждое действие, оно взвешивается самостоятельно. И они разделены, поэтому они называются авнейкис. Это не один общий споенный, спаявшийся камень. Но это за каждую авейру есть отдельный камушек. И махшава мысль не присоединяется к той авейре, которую делает человек. Пока более-менее понятно. Теперь. В Геморике Душин, Дафмэмом и Талиф, есть такая судья, на которой базируется Гаон. Которая говорит. Гаскуд. Награда. Достоинство, как скуд перевести. В общем, то, что справа заслуга. Они, в них есть керин и есть природ. В них есть основа и есть плоды. Проценты. Как сказано. Сказали цадику, что ему хорошо. Авейра. У нее есть керин, но у нее нет природ. Она не дает плодов. Как сказано. Ойла раша. Плохо раше, рало и так далее. Что означает. Вахлуми перей дар кам. И мусатыхам из беу. Фраза, которая сказана в Мишле, в первой главе, которую мы учили очень давно, но тем не менее. И будут кушать плоды своих путей. И из того, что у них вышло, насытиться. Значит, есть авейра, которая делает природ. Потому что это сказано про Рашо. Значит, есть преступление, которое дает плоды. Объясняет Гемора, что природ ешла. Вээйна сэ природ. У нее нет. У нее, у Авейры есть природ. У нее есть плоды. Но они не делают плоды. То есть, Махшова-Тоева, хорошая мысль. Она присоединяется к действию. Как сказано. Аз недобру и рей Гошем, ишель раегу. Это из книги пророка Малахи. Что тогда будут говорить боящиеся Всевышнего человека своему близкому. Ваи Кошем, Гошем, Ваи Шма. И будет слушать Гошем и услышит. И напишет в Сеферзе Корон. То есть, разговор, речь садиким будет записано, как их сует, как их заслуги, как мне подсказали. И будет записано в книге памяти Всевышнего. Для Ирей Гошем, Ва Лохше Вей Шма. Для тех, кто боится Всевышнего, и тех, которые обращаются к его имени. Здесь сказано обращение к имени Всевышнего. Здесь сказано в словом на иврите Хо Ше Вей Шма. Дословно тех, которые думают о его имени. Спрашивает Гемора, что такое думать об имени Всевышнего? Говорит Рафасий. Даже если человек подумал сделать митсву, и случился он из какой-то, что-то случилось, из-за чего он не смог, был на нас, был насильно не смог сделать, вынужден не сделать митсву, и не сделал ее. Тем не менее, она ему засчитывается, как будто бы он сделал митсву. И это то, о чем сказано. Что Махшова, Тава, хорошая мысль, засчитывает Всевышнего и присоединяет к мысли. Но Махшова Раа, человек, который хотел сделать какую-то гнусность, я по-человечески ему понимаю, понимаю по-человечески, но здесь сказано, что Акодыш Барагу не засчитывает ее за действия. И это учится из Пасука. Пасука из Дгилем, где сказано, Грех, который я видел в своем сердце, хотел, замыслил в своей смерти, не услышит его Всевышний. Точка. Таким образом, у нас есть Гемора Миферешет, который учит из разных Псуким Танаха, что хорошая мысль не только присоединяется к действию, но даже если человек не сделал действие, тем не менее, за него Всевышний дает награду. Но за плохую мысль Всевышний не дает наказания. Спрашивает Гемора, а что же тогда сказано? Что вот, Вермияу Ванави сказано пророке Вермияу, говорит Гошем, что вот я привожу на этот народ зло при Махшуатам, который является плодом их мыслей. Точка. Получается, что здесь есть Пасук в Танахе, не более, не менее, как Вермияу Ванави, который говорит, что Всевышний наказывает за мысли. А? Секундочку, давайте посмотрим, что Гемора скажет. Говорит Гемора, Махшова Митцарфала Моосе, значит, получается, что Махшова, да, мысль присоединяется к действию. А вот написано, Ламаан Тафус Эдбейт Исраэль Балибам, что ради того, чтобы схватили дом Исраиля в своих сердцах, то есть, опять же, за мысли сердца есть какое-то наказание, отвечает Рафаха Барьяков, как мне подсказывает, и подсказывает совершенно верно, отвечает Рафаха Барьяков, это про мысли про Авойда Зору, про поклонение идолов. То есть, мысли по поводу поклона идолов, там Махшова присоединяется к действию. Точка. И об этом написано, что Авойда Зора, она так хамура, что каждый, кто ее отрицает, как будто бы он соглашается со всей Торой. То есть, здесь сказано в Геморе, что из разных псуки мучатся. С одной стороны, что плохая мысль, Всевышний за нее не наказывает. С другой стороны, сказано, что наказывает. И Гемора делает разницу. За Авойда Зори, за мысли об Авойда Зоре нам даются по голове, за остальные мысли нам по голове не даются. Но за Митцвот Всевышний и присоединяет Митцву к мыслям о Митцве, и мысль, которая была сделать Митцву, но человек не смог сделать Митцву, за нее он получает награду, как будто бы он ее сделал. В случае, если он действительно на нас, в случае, если он был вынужден не сделать Митцву. Ну, например, человек хотел в тюрьме надеть твилин, достал твилин, чтобы их надевать, его подбежали к нему охранники, забрали твилин, но он не смог его надеть. Всевышний рассматривает это, как будто бы твилин были надеты. Но если человек, находясь, допустим, в той же самой тюрьме, не собирался надевать твилин, потому что он находился в тюрьме, но в принципе, то ему, естественно, не засчитывается, как за надевание твилин. Таким образом, два человека, которые сидят в одной камере, один будет получать награду за надевание твилин, второй не будет получать награду за надевание твилин. Это то, что здесь сказано. Это первый пируш. Давайте его попытаемся лисакем, сделаем секунд того, что говорит Гаон Мивильно, поскольку это совсем не то объяснение, которое дает Мальбин. Гаон объясняет, что три слова, которые употребляются, которые очень похожие слова в этом пасуке, это я попытаюсь перевести на русский, но, опять же, весы со стрелками, весы с двумя чашками и камни для взвешивания. Эти три выражения соответствуют трем разным видам людей. Первый вид людей – это вид людей, которые цадиким, к ним относятся весы со стрелкой, потому что у них нет никакого действия плохого, поэтому все, что они делают, кладется только на одну чашу, и постоянно эта чаша, она перевешивает, идет вниз, вниз и вниз, и стрелка показывает, какую награду они получают, и это то, что взвешивает Всевышний на первых весах. То есть тадиким, у которых нет ни одной авэйры. Вторые весы, они идут для Бэйн, у которых есть и митсвот, и авэйрот. Понятно, что им нужны две чаши весов, и Всевышний кладет митсвот с одной стороны, митсвот с другой стороны, и рассматривает так, как они должны быть взвешены. И третья чаша весов, это чаша, которая называется Авнейкис, то есть камни, которые спрятаны в какую-то обертку из кожи, и объясняют Гаон, зачем их прячут в обертку, это соответствует взвешиванию поступков нечестивцев, для того, чтобы они не объединялись и были разъединены. Не объединялись и были разъединены, то комментарий, на котором сейчас остановился Гаон, это означает, что к ним не присоединяется мысль, об авэйрот, а авэйрот взвешивается отдельно от их мыслей, поэтому сами авэйрот, они как камни, которые обернуты в какую-то оболочку из кожи, чтобы к ним не могла присоединиться мысль об этой авэйре. И, соответственно, наказания для Рашоэм будет меньше, чем наказание, если бы мысль присоединялась к действию. Это первый комментарий на этот пасук, что есть три вида весов у Всевышних, которые пользуются Всевышний, для разных людей он пользуется разными видами весов. В отличие от этого праведник, все, что он делает, к действию присоединяется его махшава, его мысль, и, соответственно, вес увеличивается. Насколько я не могу сказать, потому что, естественно, что каждый митсву и каждую авэйру Всевышний взвешивает отдельно. На чему она соответствует, знает только он. Больше никто этого не знает. Поэтому все награды за митсву, они скрыты, и мы не знаем их для того, чтобы у нас оставалась свобода выбора. Точка. Это первый комментарий Гаона. Напоминаю, что это уже для нас второй комментарий. Первый комментарий был Мальбима, который разделяет между Пелосом и Авней, и Азней Мишпад. Это то, что Пелос, это то, что большие весы, на которые взвешивают поступки человека, чтобы судить весь мир, а Амазней Мишпад, это маленькие весы, на которых взвешивают поступки человека, чтобы судить самого человека. Это первые два комментария. У нас остались еще два комментария Гаона, которые дают новые перушим. Но до этого я хотел еще одну вещь сказать. Гаон этого здесь не пишет, Но мифор Шемгаона говорят, что здесь есть намек на этот комментарий, поэтому я его использую все-таки. А именно, что мне много раз спрашивали, начиная с 83-84 года, теперь уже прошлого столетия, я впервые услышал этот вопрос. На самом деле, еще до этого я его задавал себе сам, ответ на этот вопрос у меня не было, сейчас у меня есть какое-то направление ответа на этот вопрос. А именно, человек создан для того, чтобы исправить все миры. Функция человека своими заповедями привести мир к состоянию полного совершенства, для которого его замыслил Всевышний. Любая митсва способствует этому, любая авейра отталкивает от этого. Если мы посмотрим только на наше поколение, я бы сказал на самом деле, что если мы посмотрим в зеркало, я боюсь кого-то обидеть, но тем не менее, если мы посмотрим на действия очень многих людей, в том числе наши действия, то мы увидим, что авирот у нас непропорционально больше, чем митсвот. Бывает такое, бывают такие люди, скажем так. Никого из присутствующих и отсутствующих я не имею в виду, но такие люди безусловно есть. А если мы возьмем суммарное количество авирот, которое случилось сегодня, и суммарное количество митсвот, которые все евреи сделали сегодня, то боюсь, что результат будет плохой. Минуса будет больше, чем плюса. И в этой ситуации получается простой вопрос, который должен прийти в голову каждому здравомыслящему человеку. Каким образом Амисраэль может изменить мир к лучшему и сделать текун исправления миров, если чуть не каждый день мы делаем все хуже и хуже? Получается, что есть движение туда и движение сюда. Причем движение сюда вектор сильно больше, чем вектор правой руки, который я показывала наверх. Вектор левой руки сильно больше. И по идее мы падаем, а не растем. И вопрос, который как бы на поверхности совершенно лежит, и ответ на этот вопрос мне всегда было очень тяжело дать. Относительно недавно, пару лет назад, я видел направление ответа на этот вопрос, не сам ответ, но направление на этот вопрос, которое базировалось на этом, по сути, из Мишли, что все авирот взвешиваются беавнейкис, то есть все аваним, все веса гири, авирот, которые получаются, они все по отдельности. Они никогда не объединяются вместе. Авирот – это одна из хасадей Гошем, что когда он взвешивает наши авэры, всего народа Израиля, то каждая авэра не соединяется с авэрой другого человека. В отличие от этого, митцвот каждого человека соединяется с другими митцвот. И у одного и того же человека. Авэра гаререт авэра, авэра влечет за собой авэру, но взвешивает их Всевышний по отдельности. Это означает, что действие, ведь на самом деле это не просто взвешивание Всевышнего. Давайте на секундочку уйдем от примера, который дает Шлама Амеллах. От сама книга Шлама, называется «Мишли», «Примеры», попытаемся увидеть не Машаль, а Нимшаль. То есть не тот пример, которым хочет объяснить Шлама Амеллах то, что происходит, а то Нимшаль, которую он объясняет, что на самом деле происходит. Каждое действие человека в этом мире, оно производит какое-то влияние на все миры. Это влияние, которое мы не можем увидеть и не можем попробовать, но это влияние, которое происходит, Всевышний из Шлама Амеллах приводит нам для того, чтобы мы как-то могли это почувствовать, ощутить, в виде гирек, весов и сравнений авэрот и митцвот. Так вот, все авэрот, все влияния любой авэры и десяти авэрот, которые сделал один и тот же человек сегодня, они останутся разделенными, в то время как все митцвот, которые он сделает, будут объединены. Разница в том, что объединение митцвот, которое происходит, оно делает так, что душа в этом мире растет и объединяется, и святость мира растет, проявление Всевышнего в этом мире растет, в то время как авэрот, которые не соединены вместе, делает так, что клепа, ситро-охра, обратная сторона медали в этом мире, она растет не пропорционально сумме всех авэрот, а соответствии с каждой авэрой отдельной. Не происходит интегрирования, она остается дифференцирована. Я не знаю, какие лучшие слова подобрать, потому что это очень трудно описать на русском языке, но это и есть таафрада, то разделение, о котором говорит Шлома Амеллах по первому пируши Агро, когда он говорит, что авнейкис означает, что каждый камень находится в отдельном футляре. Он никогда не может объединиться. Одно объяснение, что мысль не присоединяется, а другое объяснение, что сами авэрот не присоединяются. Я думаю, что более или менее понятно изложил, как смог. Это очень тяжело излагать. Теперь, чтобы это каким-то образом объяснить, одну секундочку. Я бы хотел здесь, в этом пируши Агро, поскольку мне пока позволяет время, обратиться к книжке Рамхаля Дериха Шем. Во второй части Дериха Шем Пути Всевышнего Рамхаль пишет о том, что такое Гашгаха де Абаре. И он, я это очень кратко решил прочитать, но думаю, что лучше я себе расскажу своими словами. И Рамхаль там объясняет о том, что существует определенный махалах, определенный путь получения награды каждого конкретного человека. И каждый конкретный человек, который достигает ситуации, когда он получает награду в Алла-Маба, он должен пройти определенные пути. Значит, человек, который является стопроцентным праведником, у которых Аверот настолько меньше, чем Митсвот, то эти Аверот, они не то чтобы сокращались, но они как бы находятся отдельно, и Митсвот их пересиливают, и в результате человек получает награду в мире грядущем. Но ни одна Авера не может остаться без результата. Что означает, что она не может остаться без результата? Человек должен за каждую Аверу, имеется в виду, за которую он не сделал чу, он должен за каждую Аверу заплатить. Заплатить он может двумя способами, на самом деле тремя. Один самый плохой способ, это лишиться Алла-Маба, но о нем мы поговорим чуть позже. Второй способ, это попасть в Гейноме, заплатить за каждую Аверу в Гейноме. И третий, несчастье и страдание этого мира, уберут из него те Аверот, результаты, следы тех Аверот, которые он сделал. Таким образом, бывает ситуация, что человек получает страдания, несчастья в этом мире, для того, чтобы за все Аверот, которые он сделал, он заплатил в этом мире, и он остается Бен-Аламаба, человек, который получает будущий мир целиком, так, как ему положено. Бывает ситуация, что после смерти ему надо пасть в Гейном, и он там искупляется и Аверот, чаще всего это происходит оба пути, то есть Аверот, чтобы их убрать, нужно и то, и другое, нужно и страдание этого мира, и Гейном, и после этого он попадает в Аламаба. И есть человек, которому ни Гейном, ни страдание этого мира не могут помочь попасть в Аламаба, поскольку этот человек, его Аверот настолько превышает количество Митсвот, что за Аверот он не может заплатить, а только отсутствием Аламаба. Так объясняет Рамхаль. Таким образом, этот человек может попасть в Гейном, а может нет, поскольку Гейном в принципе нужен, в основном, для того, чтобы достигнуть Аламаба. Если ему не дадут Аламаба, то зачем нужен Гейном? И так все прошло, все хорошо, ничего не надо делать. И может быть, ему даже не нужны страдания в этом мире, а наоборот, этот человек преуспевает в этом мире, в случае, если у него есть Митсвот, то есть у него есть какие-то заповеди, но этих заповедей недостаточно, для того, чтобы привести его в Аламаба. В этой ситуации человек получает всю награду за свои Митсвот в Аламазе в этом мире, и больше ему ничего не положено. И это тоже объяснение, посука, который сейчас в Мишли дается, очень похожее на объяснение Гаона о том, что Всевышний измеряет для каждого человека Митсвот, Аверот, то есть есть отдельно камни для измерения Аверот, есть отдельно два вида весов, один сравнивает Аверот и Митсвот, другой измеряет только Митсвот, и таким образом результатом этого измерения является то, о чем писал Рамхаль. Дерих Агав, просто заодно раз я затронул этого Рамхаля, есть определенный махлок из Бакабола, спор Бакабола между Рамхалем и Рамоми Пана. Да, от Рамхаля, что есть люди в Амисраэле, Рашоем, Гмурем, у которых такое количество ирод, что награду за все свои Митсвот они получат в этом мире, и они не получат Аламаба. Они не получат Аламаба, как Пшада Пашут в Мишне Сангедрин, и Пшада Пашут, простое объяснение Рамбома, который говорит, «Колис Ройль, Ешелам Хэл и Калаламаба, все евреи имеют удел в будущем мире, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, идет перечисление определенного количества людей, которые не попадут в будущий мир». Рамбом пишет, примерно это же, Рамба пишет другим лошонам, я не взял с собой Рамбу, но он пишет, аминим, апикорсим и так далее, это те люди, которые попадают после смерти в Гейном, и обычные Роша, обычный нечестивец в Гейноме находятся 11, максимум 12 месяцев, а есть те, которые находятся в Гейноме месячные. Они попадают в Гейном и сидят там, «Гейном Калавы Гем Локалим». Гейном, по идее, заканчивается, но они не заканчиваются, то есть Гейном всех заканчивается, и Гейном не заканчивается, и продолжает там быть в Гейноме в тот момент, когда все получают свой Аламаба. Это Пшада Пашут в Рамбаме, и это Пшада Пашут в Геморе Сангедрин, в Мишне Сангедрин, и также учат Рамхаль. Лу Мадзе есть некоторые, Микуболим, которые, школа Раму Мипана и тех, кто его поддерживает, Баля Лэшем, Равцо Дэр Коэн, может, еще кто-то, кого я не знаю, они говорят, что эту Мишну и этого Рамбова надо читать иначе, что они базируются в основном на пасуке, что Амисроэля не будет так, что будет политва Сарис, что будет убежавший и исчезнувший. Нет ни одной души в народе Израиля, даже стопроцентный Раша, стопроцентный, у которого есть все Аверот, и нет ни одной Митсвы, которая не попадет вала Маба. А то, что сказано, коль Исраиль, ешлем хелек вала Маба, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, это сказано о том, что у них не будет удела в будущем мире, но в будущий мир они попадут. Что значит попадут в будущий мир? Что-то типа того, что человек, у которого есть дом и человек, который приходит в гости, что они будут в гостях в будущий мир, но своего удела в будущем мире у них не будет, но приглашены они в будущий мир будут, и они будут все время как бы сидеть за столом у кого-то, и питаться, получать будущий мир от удела какого-то другого человека. И это то, о чем сказано, что Цадик, человек, который удостоился, получает удел, свой удел у Алама и удел Раши в Алама. То есть он получает двойной удел в будущем мире, и Рашо им получит удел за счет Цадиким. То есть Цадиким, понятно, что от них не убудет, они получат все, что нужно, но Рашо им будут угощаться и постоянно. Но это будет, это Алама, это награда, стопроцентная награда. То, что сказано, что когда евреи выходили из Египта, то собаки не лаяли. И за то, что они не лаяли во время выхода из Египта, Акодыш Барагу дал награду собакам. Какую награду он дал собакам? Что когда еврей делает шхиту, у него получается невейла, падаль, не получается шхита, какая-то проблема, то эту падаль он дает собаке в качестве награды за то, что она не лаяла во время исхода из Египта. И говорит Гемора, что отсюда мы видим, что Акодыш-Баруху, он не убирает награду ни от одного создания. Любое создание должно получить награду. Поэтому любой еврей, он тоже получит награду. И понятно, что если сегодня кому-то дать Невейлу, кость бросить кому-то из евреев, то это не будет наградой Алам-Абба. Собаки Невейла это награда. То есть мы получим ту награду, которая для нас будет являться наградой. Потому что собаке, может быть, она даже ни о чем лучшем и не мечтала, чтобы ей дали покушать, и все нормально уже. Поэтому нам тоже это покажется очень идеальной наградой, которую мы получим Алам-Абба. Но тем не менее, это будет не тот уровень, который изначально можно было получить, и получит Садиким. Который получит удел в будущем мире. Окей. Баал-Алешим объясняет, если я до конца правильно его понял, Баал-Алешим объясняет, что Ам-Исраэль, который Рашоим, они действительно все получат Алам-Абба, как Рамоми Пана. Рамоми Пана объясняет то, что говорит Рамбом, что гейном кала в Эм-Локалим, гейном кончается, а они не кончаются. Имеется в виду, что когда-то гейном кончается, а люди, которые там были, никогда не кончаются. То есть они попадают в Алам-Абба. Не так, как обычно принято объяснять Рамбома. Рамоми Пана – это такой очень серьезный Микубаль, который был учителем Магараля. Ну, это как бы авторитет, это в законе, это крыша. На него можно полагаться в этом вопросе. И Лешим, он добавляет, он приводит это в Рамоми Пана и добавляет к нему, что тот Алам-Абба, который получат абсолютно все, это будет уже совсем не скоро. Не в седьмом тысячелетии, даже не в восьмом, не в девятом, когда начнется Алам-Абба для праведников, а они получат свой Алам-Абба где-то после десятого тысячелетия, когда уже будет полный стопроцентный текун, полное стопроцентное исправление. Но получается, что примерно три тысячи лет они проведут в Гейном, Азохан в ее удовольствие. Но тем не менее, в результате этой истории они тем не менее получат награду все. Рамхаль на все это халек, Рамхаль на все это спорит. И считай Рамхаля, что будут люди, которые не получат Алам-Абба вообще. Это Рашоем, который их не получает, и об этом идет пасук о взвешивании на весах. Взвешивание, которое будет у цадиким, это какое Алам-Абба и как? Как взвешиванию Бэйнаним. Что им надо заплатить в этом мире или в Гейноме, чтобы получить Алам-Абба? А взвешивание Рашоем, это причина, по которой Алам-Абба лишается. Это в общих чертах Маалах, который дает Рамхаль в Дериха-Шем. Ну, с некоторыми добавками, естественно, потому что дословно перескать я не могу. Окей, теперь Гагро дает еще два комментария на этот пасук. Пока тот комментарий, который был, мы сделали вид, что забыли, и попытаемся понять еще один комментарий. Говорит Гаон, еще один пируш этого пасука. Пелос, Мазне, Мешпат и Авнаикис. Вот эти три значения. Буду на том же переводе пока переводить. Сейчас увидим, как Гаон переводит во втором комментарии. Пелос, Весы, Мазне, Мешпат, Чаша Веснов и Гирьки для взвешивания, Камни для взвешивания. Здесь показано нам три вида митцвод, которые взвешивает Всевышний. Полностью не так, как прошлый комментарий. Три вида заповедей, которые сделали Всевышний. Пелос, это митцвод, который полностью тоф, полностью добро, полностью хороший митцвод. То есть, они сделаны только Лошем Шамаем, только во имя небес. И нету в них никакой примеси, ничего другого. Не дай бог. И это, как Пелос, который все одинаково. Как те весы, в которых есть одна чаша, и стрелка показывает, сколько он весит. Второй стороны вообще нету. Мазне, Мешпат, это две чаши весов. Это митцвод, в котором есть, в каждой митцве есть и тоф, ира. В нем есть хорошее и плохое. И это то, что сказано в Масехте Шабас, что здесь такой кусочек, немножечко я не взял, я забыл его взять, Масехте Шабас, но здесь он приведен, поэтому давайте попытаемся увидеть. Если есть один малах, это пасук. Пасук говорит, где этот пасук в Иове. Пасук, который говорит, Что если есть у него ангел, который хорошо за него говорит, один из тысячи, то он все равно не останется без ответа Всевышнего. И здесь говорят, что даже если есть 999 ангелов, то есть 999 частей митцвы, которые сделаны лоли-шма, которые сделаны плохо, Но в этой митцве есть чуть-чуть чего-то хорошего, однотысячное, то есть приходят 999 ангелов сказать, что он плохой, и учат на него хаву. Учат на него, как хава перевести, долг, учат что-то плохое про него, но один из этих, против 999, один тысячный, учит в сторону заслуги, и говорит, что, и так далее. Этот человек спасется от гейнома и получит награду, если есть один из тысячной, однотысячная. И это то, что сказано, что из каждой митцвы Всевышний творит ангела, каждая митцва, которую делает человек, она творит ангела. Где это сказано, это сказано в Зогаре, на Могилатрут, в комментарии Зогара на Могилатрут это сказано. Известное место, но где он находится, Зогар в Рути. Говорит о том, что каждая митцва, которую делает человек, он творит ангела, который потом во время суда, во время смерти, или во время суда Йомддин-Гагадоль, во время оживления мертвых, эти ангелы будут приходить и сообщать, что сделал человек. И получается, что в этой мицве есть 999 тысячных, какое-то направление не в сторону лишма, и только 1 тысячная лишма. Тем не менее, этот человек получит свою награду. И что такое авнейкис? Что такое последнее камни для взвешивания? Это митцлот, который все митцлот, это аваним. Все митцлот, это камни. То есть, в них нет ничего в сторону добра. И они тоже взвешиваются. Таким образом, по этому комментарию Гаона, Гаон, все три комментария идут в одном направлении. А именно, что вот эти все три слова, пэлэс, авнейкис и маазней, мишпад, это все три вида весов, которые взвешивают разные виды. В этом комментарии Гаон говорит, что взвешивание, которое происходит на этих весах, это взвешивание разных митцлот, которые сделал человек. Есть взвешивание митцлот, которые стопроцентно лишма. Есть взвешивание митцлот, где есть торос, поэтому там нужны две чаши весов, там есть смесь. И есть взвешивание митцлот, которые все плохие, поэтому там отдельные камни. Для того, чтобы как-то объяснить эту историю, у меня нет с собой гемора Макот, я забыл ее приготовить. Поэтому я Рамбаму на Макос, я думаю, что я по памяти, спасибо, извини. Рамбаму объясняет эту последнюю мишну Макот, я ее часто привожу. В конце Перкеавод принято читать, что сказал Рабиханани, хотел Акодаш Барагу ли закот от Исраэль, хотел он сделать хорошо Израилю, дать им заслуги, поэтому рибелла им торо у митцлот, поэтому он увеличил им торо и заповеди. То есть он дал так много митцлот, что вам Исраэль заслужили награду, я очень извиняюсь за свой склероз. Поэтому он им дал так много заповедей, для того, чтобы они могли получить награду. Это Пшада Пашут этой мишны. Сейчас я ее, тем не менее, зачитаю дословно, чтобы не быть голословным. Мишна, такая известная мишна, которая говорит один момент, я не только, я еще и не подготовил, говорит Рабиханани Банакаши, хотел Акодаш Барагу дать награду народу Израиля, поэтому дал им много торо и заповедей, как сказано. Ашем хафет сламанцет коек диль тарава едир. Ашем хотел ради праведности, поэтому он дал много торо и увеличил ее. Рамбом в Перуше Мишнаис, есть такой рамбом, кроме книги Рамбом Мишнатора, есть рамбом в Перуше в объяснении митцлот. И он здесь дает очень интересный комментарий, который говорит, момент, который говорит так. Одна из икарей имуна, основ нашей веры в Тору, что человек, который делает одну митцлу, из 613 митцлот, как следует полностью, и там нету никакой, не добавляет к ней никакой каваны, из каванот этого мира, никаким образом, а только делает ее на 100% лишма, во имя митцвы, миагава, из любви ко Всевышнему, как я сейчас тебе уже объяснял, не знаю где, то вот, тем самым он удостаивается жизни в будущем мире. И об этом говорит Раби Хананья, потому что митцлот, поскольку их очень много, то практически невозможно, чтобы человек не сделал при жизни какую-нибудь одну из них со всеми идеальными каванот, бешлимут в целостности, и сделал ее, эту митцву, так, чтобы жила его душа этой митцвой, этим действием, и это то, что показывает этот икор, что сказал Раби Хананья бен Тордион, что Гемора приводит пример, спрашивает Раби Хананья бен Тордион, там Гемора такая, Раби Хананья бен Тордион, он однажды гулял по рынку, по улице. Шук это и рынок, и улица, там то место, где есть много людей. И он встретил так вот случайно, столкнулся лицом к лицу, не более не менее, как с Илья Ванави. Надо было как-то поздороваться, поддержать светскую беседу, о чем с Илья Ванави можно беседовать. Он спросил, «Маа Нила Хаяа Лама Ба, будет ли меня удел в будущем мире?» Вэшио, Илья Ванави ему ответил, «Клумба Маасела Эдеха, было у тебя какое-нибудь такое вот действие необычное, за что можно заслужить Ила Маа Баа». То есть, получалось ли бы я сделать какую-то митву нормально, хорошо сделать митву, ответил он ему. Однажды у меня такая история была, я габайт сдоки, у меня была сдока в кошельке, и перемешалась эта сдока с деньгами Пурима. То есть, есть деньги, мотануты миним, которые надо дать Пурим, есть обычная сдока, я не знаю, на пристраивание невесты. И они перемешались, и я не знал, чего делать, и что я сделал, я из своих денег дал Маут Пурим, то есть, я дал двойную сдоку из своих денег, потому что никого выхода не было, я не знал, что куда распределить. И он ответил ему, Илья Ауанави, что ты бен Аламаба. И привел посук. Гащем Хафес Ламан Цитко, Всевышний хочет, ради праведности, для цадика, чтобы Исраэль получил Тору, и увеличил ее, и получил Аламаба. Рамбаму, каще очень простая кишья. Рабиханина бен Тардион, кроме того, что он один раз в жизни дал много сдоки, или немного, Гемора не говорит сколько. Кроме того, на минуточку был Тана, который всю жизнь учил Тору, всю жизнь работал габаев в сдоки. Так случилось, что у него один раз перемешались два вида сдоки. Но, в принципе, он собирал сдоку и давал ее, и делал митцвод регулярно, и систематически. И, кроме того, он на минутку был Таной. Тана, которая вся Тора у него, выученная, наизусть как на ладони. Алья Ауанави ему говорит, раз у тебя была эта история с деньгами Пурима, то ты с бен Аламаба, что хочет нам сообщить? Объясняет Рамбом, что кавана этой Гемора, то что, поскольку ты сделал одну митцву полностью Лошем Шамаем, и это был вопрос Ильягу, случилось ли у тебя какое-то действие такое, чтобы ты сделал эту митцву полностью Лошем Шамаем. Он сказал, да, у меня никакого другого выхода не было. Никаких, жалко, денег было немножко, как любому человеку собственных денег, он не был самым богатым. Но надо было сделать, я сделал, потому что такая митцва. Поскольку здесь не было никакой нагии, никакого прикосновения, ничего другого, то говорит Рамбом, что за это Илья Аванави сказал ему, что ты бен Аламаба. То есть так Илья Аванави этого не знал. Но за эту одну митцву, понятно, что в Аламаба вписывается вся тора и все остальное. Но тем не менее, митцва, которую он сделал, это была та митцва, которую Илья Аванави увидел, что сделана Лешма. И это то, о чем говорится здесь, в Агро, когда он приводит и говорит. о том, что есть три вида весов. На одну из этих весов взвешивается, есть ли хоть одна митцва, я перевожу как Рамбом, или сколько митцвот и какого веса есть, который человек сделал только Лешем Шамаем, без всякого добавления. Второй вид весов взвешивает и решает, какое добавление, какое количество и так далее, и качество. Каждый митцв, и третий митцвот, который сделан полностью Лоли Шма, за каждую из них человек получит награду. На эти награды будет совершенно разный, поэтому для них описываются разные виды весов. Если перевести из Машали в Нимшаль, то каждый из этих митцвот оказывает совершенно разные действия на все миры и на самого человека. Теперь, я хотел здесь, опять же, обратиться к Рамхалю, только не из книги Дериха Шем, а наоборот, из книги Масилат-и-Шарим. Масилат-и-Шарим книга Рамхаля, которая написана о ступенях поднятия человека по лестнице от начала соблюдения митцвот, згерут, слежки, из-за того, чтобы не ошибиться и не нарушить какую-то заповедь, до уровня, который называется к душе, когда вся жизнь человека состоит из одной святости, сплошной. И Рамхалю, как Даме, в предисловии пишут, что надо подняться по всем ступенькам лестницы, нельзя перепрыгнуть через какую-то ступеньку, если ты одну из ступеней не прошел, то нельзя прийти к следующей, но эту часть мы пропускаем. И там есть шаар, который говорит о том, как, извините, я взял не то, шаар, который говорит о, Масилат-Иширим, который говорит о мире Хасидута, мире Тагары и так далее. И вот, я хотел зачитать какой-нибудь кусочек. Ты должен знать, говорит Рамхаль, что существует понятие Тагары, это меда, качество, которое называется Тагара, это очень высокое качество. Я не думаю, что много людей достигли этого качества за всю свою жизнь, но ты должен знать, что качество, которое называется Тагара, вот эта чистота, она включает в себя также Тагары мыслей, как и действий телесных. Сами по себе мысли человека, они приближаются кетер-Гари, и человеку нужно отдалиться от плохих мыслей. Вы знаете, мы уже обсудили, что за мысли нет наказания, но тем не менее, для того, чтобы достигнуть уровень Тагара, он должен уйти от этих мыслей, они не должны над ним властвовать совсем. И у человека должна быть чистота мыслей и действий. Это первое. И здесь, иньян, когда мысли у человека не очень хорошие, то есть иньян, который называется Лолишма, не во имя небес, как много раз говорили. Но мы уже говорили, что есть разные виды Лолишма, разные виды действий не во имя. Самый плохой из них, когда человек не делает ради службы Всевышнего вообще, а для чего он делает, чтобы обмануть других людей и выиграть на этом или деньги, или почести. Я думаю, что понятно, о чем идет речь, комментарии излишни. Человек хочет показаться праведным человеком, поэтому на глазах у всех делает какие-то мецводы, его начинают либо уважать, либо брать на работу с большой зарплатой. Возьмем каких-то два варианта. И то, об этом сказано Верушалми. Лучше человеку, чтобы перевернулся послед ему в морду, чем быть таким, как мы сейчас говорим. Верушалми выбирает выражение самое грубое, для того, чтобы понятно, о чем идет речь. Дальше приводит несколько псухим и выяснение, что тем не менее, даже в этом случае Лолишма, не во имя, может привести к во имя, но приход к во имя, это и есть Лишма, приход к понятию Тагара, о котором идет речь. Поэтому, есть Геморра Псохим, который говорит, что тем не менее, Ла Алла Мил Мат Адам Торова и Каим Митсвод Шило Лишма, пусть человек делает Тору и заповеди не во имя, поскольку, благодаря этому, он может прийти к Лишма. Теперь, ты должен знать, что человек, очень тяжелая часть его работы, это то, что у человека есть Торуас, перемешивание с Исором, его каванод, его мысли, перемешивается с Исором. То есть, иногда человек идет и делает Митсву Лишма Мамаш, на сто процентов практически Лишма, потому что так приказал Всевышний, но Ло Игдаль, он не справляется с тем, чтобы не присоединить к нему какую-то маленькую, маленький кусочек Ло Лишма. Или, например, чтобы его похвалили люди, вот какой праведный человек, или, чтобы он получил награду за эти действия. И иногда, даже если бы он был только Митковен, чтобы его хвалили люди, и слиха, не было, я неправильно сказал, даже если у него нету каваны, чтобы его хвалили люди, он делает только Лишма в своем сердце, но он радуется на тот швах, на тот хвалу, которую ему говорят, и начинает быть более четким из-за того, что его хвалят люди. То есть, он делает только Лошем Шамаем. Но когда он слышит, как кто-то говорит, или думает, что кто-то думает, вот какой он молодец, он начинает делать еще лучше. И Гемора приводит страшную историю, просто страшную историю. История с дочкой Рабиханина Бонтардиона, которую мы только что вспоминали. Гемора говорит о том, что Рабиханина Бонтардион это был один из десяти людей, который был сожжен на костре, завернутый в свиток Тора, за определенные вещи. Сейчас не этот вопрос. Его жена тоже была убита, а его дочка была не более не менее как продана в Бейтзнут в публичный дом. За что? За то, что история, за что Всевышний ее наказал, не за что римляне ее наказали. Она не сделала Авейру, все окончилось хорошо, Ревимейр ее спас, финита ля комедия. Но, тем не менее, кроме хэппи-энда, сама история достаточно страшная. Она была невероятно скромной девушкой, потому что папа ее был один из десяти, к долим, которые были во все времена, самых больших рабоний всех времен. И вот она шла хорошими, красивыми шагами. Что имеется в виду? Она шла таким образом, чтобы ноги не выходили за пределы юбки, для того, чтобы молодые люди, увидев женскую ногу, не подумали, чего-нибудь, не дай бог. Она следила за своими шагами и шла так, чтобы юбка была длинная, а ноги не выходили за пределы юбки. И вот она услышала, как римские вельмо, жены женского рода, говорят, насколько красивы шаги этой девушки. И она стала, лидагдек, она стала следить, чтобы идти еще лучше. Вот за это, вот за эту добавку, когда она шла, она не думала, что кто-то ее похвалит. Она шла только лошем шамаем, она делала свои шаги все лошем шамаем. Но когда она услышала какую-то похвалу, она стала лидагдекетер, стала делать чуть лучше. За это Всевышний наказал ее тем, чтобы исправить в этой накуду этот элемент лоли-шма, ей пришлось попасть в публичный дом и делать там много-много действий для того, чтобы все думали, что она больна, чтобы она, чтобы не сделала лавейру. Настолько Всевышний стадик и медагдек. Но сейчас вопрос, что Всевышний медагдек следит за праведниками Килхута-Цара на толщину волоса это один вопрос. Другой вопрос, что мы здесь видим такую вещь, что даже малейшая, одна миллиардная накудыша лоли-шма, которая появится, если кто-то его похвалит, это тоже требует весов с двумя этими самыми чашечками, а не обычных весов. Настолько тонко понятие лешма. Раф Мойша Шапира, когда объяснял это, не в этом по суке Мишли, а может в этом тоже, я не слышал его урок на этом Мишли, он говорил о том, что не бывает лешма на 99%. Бывает или лешма, или лоли-шма. Здесь у Лагро написано почти эта вещь, что есть Пелос, который только лешма, есть Мазнаем, который уже не совсем лешма. Таруос лешма, это лоли-шма. Но понятно, что какую-то награду за этот человек получает. Но награду Алама Бау, он получает, если есть хотя бы одна митсва, которая сделана только лешма, как сказал Рамбом. Правда, Рамбов считает, что почти невозможно не сделать этой митсвы. Я, так честно говоря, неудобно с Рамбом спорить, но вот так честно говоря, мне кажется, что я знаю людей, в том числе себя, которые прекрасно до сих пор справлялись с этой работой. Но, может быть, Баезра, Дашем и так далее. Последний пируш Гаона, который говорит, еще один пируш, Пелос, весы, мы знаем, чашки весов и взвешивающие камешки. Пелос. Это митсвы, которые, когда человек делает, они идут в одно место, в Ганедан, и там собираются все вместе. Наоборот, этому Авеир и Гейном, они разделены, это то, что я уже забегая вперед рассказал, что Авеир и Гейном разделены по той причине, которую мы только обсуждали недавно, да? И это понятие Пелос, то есть, Пелос, это весы, на которых все соединено. Одна чаша, на которой все вместе. Пелос, он куло и хат, он один целиком. Мы знаем, это то, что в день суда, после этого, приходят ко Всевышнему все митсвот, и он взвешивает их вместе. Авеирот на одну чашу, митсвот на другую чашу. И в этот день, этот день, который называется Йома-Дин-Ганара, здесь есть один момент, у меня, к сожалению, я что-то заговорился, я даже один пасук нормально не успеваю пройти за сегодня. Гагро ссылается на свой комментарий, который он давал в шестой главе, где сказано, шестая глава, Мишли, там сказано, один момент, это не так просто, я понимал, что очень много здесь материала, но все-таки рассчитывал, что я хоть два пасука пройду, где сказано, секунду еще, вот, сказано, Лои Сапанаф Коль Кафер Велои Аве Кетер Бэ Шохот, Всевышний не обращает лица, своего лица, и Лои Сапан по ним, это не делает ганахи, как это сказать, не делает, не, ой, такого слова я не знаю, не лицеприятствует всем людям, и не тому, который дает ему много взяток, и Гаун Мивильна спрашивает, что означает понятие взятки Всевышнего, взятку можно дать человеку, это легко догадаться, но как можно дать взятку Всевышнему, он объясняет, человек, у которого есть много заповедей, и который служит Творцу, но у него есть авэйры, в заповеди не сотрут те авэйры, которые он сделал, и это не сработает, как взятка ко Всевышнему, и человек не сможет сказать, что не обращай внимание на мои авэйрот, в связи с тем, что у меня есть много митцвот, не делается нисхождение тому, у которых есть много митцвот, и митцвот не работает, как взятка Всевышнего, то есть, за каждую авэйру есть отдельное наказание, поэтому есть две чаши весов, на одной митцвот, на другой авэйрот, так объясняет Гаун здесь, и в этот день, который называется Йомдин Гонора, день Большого Суда, и это те самые мазнаем, и это те самые чаши весов, авэйрот, они же называются авнейкис, то есть, когда взвешивается, взвешивается все, и даже самый легкий авэйрот тоже взвешивается, и это то, что сказали наши мудрецы, что Эвет, раб, которому взвешивают его легкие поступки, как тяжелые поступки, ему взвешивается и то, и другое, это каждый человек, и на первый взгляд, говорит Гаун, это очень трудно понять, не дай бог, чтобы Всевышний делал такую вещь, одинаково взвешивал легкие, серьезные поступки, и это то, что говорит Пасук, который в прошлое Парше Авраам Авину говорил, в позапрошлое, Авраам Авину говорил Всевышнему, шафет кола арес лоя сэми шпат, тот, который судит весь мир, не сделает праведного суда, и он будет наказывать за легкий авэйрот, как за тяжелый, разве такое можно сказать, но на самом деле не это имеется ввиду, когда взвешивают, взвешивается одновременно очень много, и когда человек взвешивает очень много, то мелочь он не кладет на чашу весов, не имеет значения, он не может его взвесить, но Всевышний делает иначе, он взвешивает легкий авэйрот вместе с тяжелыми авэйрот, но не дай Бог сказать, что весят они одинаковые, Всевышний дает четкий вес каждой авэйре по отдельности, но здесь нам говорится, что в Абнэйкис эти камни будут завернуты в кожаный футляр, и ни одна самая маленькая авэйра не уйдет во время суда Всевышнего, и она будет взвешена, и человек получит за него наказание, как известно, история с Гаоном, правда это или нет, я не знаю все хазистские истории, включая про вильнюсского Гаона и других литовских садик, я не очень в них верю, но история рассказывается, была она или нет, не важно, но учить что-то из нее мы можем, для этого она рассказывается, что он как-то встретил, в то время очень мало в Вильнисе было людей, не соблюдающих митсвот, это не сегодня, встретил кого-то известного апикориса, который, так вот, Бефаргесия специально не соблюдал митсвот, он в шаббат там ехал на лошади, еще что-то, Гаоном сказал, ты знаешь, что ты получишь наказание за то, что ты сегодня не сделал утром на села от Едаем, не помыл утром руки, тот говорит, Раф, о чем вы говорите, я стою в шаббат перед вами и курю сигару, вы говорите о том, что я получу наказание, Михалель шаббат, я нарушаю шаббат Бефаргесия на улице, вы говорите о том, что я получу наказание за на села от Едаем, Гаоном сказал, да, и за это тоже у тебя останется наказание, То есть, за самый легкий оверот тоже будет наказание. Понятно, что непропорционально тяжелым. Но это то, что сказано, что каждый камешек будет собран отдельно. Вот, это три пируши Гаона и один пируш Мальбима, который мы сумели дать на пасук. И, в общем, на это ушел целый урок. Всего один пасук. Так что с 12 пасука мы начнем в следующий раз. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Спасибо.